Случайно, при поиске разного рода светильников, попалась на глаза эта черепашка. Внешность крайне милая и никаких мыслей о китайском подвохе не вызывает. Не слишком люблю выбирать подарки, поэтому рад, что избежал в этот раз тяжкого бремени похода по магазинам. Был выбран нейтральный цвет, чтобы никому. В комплекте есть кабель питания от USB-порта, что довольно полезно. Примерные размеры, 32 сантиметра в длину, 18 сантиметров в ширину и 11 сантиметров высота. Сейчас уже более правильная цена в 9 долларов. 50. Не будем вокруг да около. Начнем потрошить. Но не тут-то было. Черепаха имеет панцирь, прямо, как настоящая. Для ясности, на нижнюю часть наклеена ткань, под которой мягкая подложка и разобрать совсем нельзя, не оторвав предварительно. Больше фото. Звезды на фото получилось легко передать без всяких корректировок, потому как свет действительно достаточно ярок. Внутри расположены 4 сверхярких маломощных светодиода разного цвета. Изначально горят все сразу. Первая программа, обзовем так режим по номеру кнопки, запускает поочередное включение каждого светодиода. Далее поочередное, но уже по цветам, из сочетания включения определенных светодиодов. Вторая программа позволяет выбрать цвет и тогда он будет степенно угасать загораться. И третья программа включает музыку. Представляете? Именно. Вот он, подвох в чем. MP3. Флэк. Если покажется, что есть дефекты при записи, то это не так. Я постарался максимально передать, без искажения, в реальности звук еще более резкий и пронзительный, чем в записи. Я нахожу черепаши музыку очень раздражающе и точно долго бы не выдержал, повторно включил лишь для записи и ненадолго. Родители, думаю, должны знать, что все игрушки, издающие звуки, то еще зло. Замечательная черепаха. Попозже еще парочку возьму лично для себя. Из минусов можно только отметить режущую ухо музыку, но это есть в тысячах других игрушек, поэтому спорно, да и включать не обязательно. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.